Итак, продолжаем осветлять вопросы о септике и антисептике. И сейчас мы остановились на таком препарате, который называется Лизоформин 3000. Эта информация уже будет полезна не только для практикующих, но даже и для матерых грибоводов, матерых людей, тех, кто работает в лабораторах, в лаборатории, которые работают с мицеллярным слагающим. Значит, этот препарат проверен уже, как видите, проверен и не раз, вот уже объемом, показал самый лучший и самый эффективный результат и относительно профиля своего действия, который он делает на ненужные грибы для дезинфекции, поверхностей, инструментарий и всего остального. И в то же время для работы с работой в грибоводстве. Итак, этот препарат Лизоформин 3000, я никакого отношения не имею к образителям этого препарата, это не есть какая-то реклама, просто максимально хочу донести до вас полезную информацию, которую вы в дальнейшем сможете воспользоваться. Итак, как мы будем использовать вот этот препарат? Он продается в магазинах медицинской техники и продается в таких двух формах. То есть, есть литровая емкость, которая стоит приблизительно, ну так, вот на вскидку где-то сказать, она стоит где-то 30 или 40 долларов, где-то вот такая вот литровая емкость. И есть такие пакетики пластиковые за 1 доллар, там в этой упаковочке находится 20 мл, вот этого Лизоформина 3000. Каким образом мы будем пользоваться вот этим препаратом? Я нашел такую оптимальную концентрацию. Если вы будете эту концентрацию делать больше разведения, чем я вам рекомендую, значит вы будете больше нести расход по тенгах, он будет быстро у вас уходить и будет перерасходить. Если вы будете использовать концентрацию меньше, я не уверен уже тогда в ее эффективности, потому что в той концентрации большего раздавления, возможно, он не будет нести вот ту антимикологическую активность, которая нам нужна. Значит, я рекомендую поступать следующим образом. Для работы с этим препаратом, он находится вот в этой емкости, это концентрированный раствор, вот этот литр. Значит, для того, чтобы нам работать с этим препаратом, нам нужно приготовить рабочий раствор. Рабочий раствор готовится следующим образом. Это получается 0,75% раствор. Для этого мы будем применять, ну вот есть такой колпачок мерный, сюда наливается 20 мл вот этого лизоформина 3000, 20 мл заливается сюда и до 1,5 литра добавляется водой. Тогда у нас получается рабочий раствор, он такого немного голубого цвета, и на некоторых положительных, таких положительных сторонах вот этого препарата, ну, можно было бы остановиться. Итак, в экспериментах было получено вот такой вот интересный результат. Некоторое количество маточных таких вот банок, культур, были повреждены, произнесли, попала посторонняя инфекция, и тут, ну, был патологический рост. Для того, чтобы в дальнейшем обработать вот эти банки, было сделано следующим образом. Рабочий раствор, который, как я уже сказал, 20 мл на 1,5 литра разводится, для того, чтобы с ним было удобно работать, в дальнейшем он заливается вот в такие вот распылители, которыми можно его распылять. И вот эти банки были открыты, обработаны распылителем вот этим раствором в этой банке, потом я их закрыл и оставил на некоторое время для того, чтобы их утилизировать. Ну, естественно, как бывает всегда, какая-то случайность, эти банки о них забыли, они долго стояли без внимания, где-то через полтора месяца, когда я посмотрел вот к этим банкам, которые были обработаны, было замечено удивительный результат, что патологические грибы, которые намного сильнее вешенки, они обычно поражают мицелий, то есть мицелий, они сильнее в плане колонизации относительно мицелия, например, вешенки. В принципе, они должны были занять все пространство, но этот препарат уничтожил негативные грибы и оставил возможность для того, чтобы этот мицелий произрастал на этом зерне. То есть, таким образом, можно сделать вывод, что у этого препарата есть селективная возможность. Он хорошо действует на пенициллин, на треходерму и все-таки оставляет возможность для жизни мицелия, например, вешенки положительных грибов. Таким образом, можно вывести...